И следующий доклад будет посвящен комплексному подходу в лечении больных с метастазами, с поражением головного мозга, точнее даже с метастазами в головном мозге, даже немного отойдя от тех стандартов, от опухоли неясной первичной локализации, мы говорим, вот видите, у нас даже в тех же самых рекомендациях русско-аур, у нас есть везде такие вот стрелочки, да, если больной с поражением головного мозга, смотри рекомендации по лечению опухолей с метастазическим поражением, в том числе и ЦНС, правильно, Алексей Викторович? Ну, ВИНСИСИН, да. ВИНСИСИН. Но, тем не менее, мы разрешили включить еще такой доклад, посвященный комплексному подходу в лечении больных уже с метастазами в головном мозге, с учетом того, что все, что мы сегодня сказали. Ну, что я хотела бы сказать, что если мы говорим о... здесь уже мы немножко отошли от опухоли неясной первичной локализации, мы здесь больше все-таки говорим о метастазах в головном мозге, это С79-3, это вторичное злокачественное образование головного мозга и мозговых оболочек. Опять-таки, мы вернемся, уже мы очень много прослушали по частоте метастазирования в головном мозге, и попрошу зайти на сайт моби, вот, те, кто не вошли. У нас там какой ID 5612, моби, вот, он достаточно быстро набирается. У меня он куда-то потерялся. Сейчас мы его попробуем набрать. Вот. Так, 5612. Но я думаю, что на самом деле уже не вызывает сомнений. Конечно, здесь еще важность, если мы говорим о поле, то есть это мужской или женский, но в большинстве случаев, если голосование проведено, то я думаю, что, наверное, все-таки на первом месте будет, наверное, рак легкого, да, у нас в общей популяции. У женщин, конечно, это будет более часто все-таки рак молочной железы, но меланома, она в большей части все-таки не выступает в первых позициях. Тут разные источники есть. Ну и считается, что метастазы центральной нервной системы составляют до 10-20 случаев на 100 тысяч населения в год, что превосходит заболевания первичными опухолями головного мозга в 5-10 раз. Но вот опять-таки, если взять другой источник, но все-таки где-то, ну, основным позициям все-таки лидирует рак легкого по поражению головного мозга. Ну и я еще буквально вперед пролистаю все-таки, почему такое количество больных с метастатическим поражением головного мозга ежегодно увеличивается? Ну, наверное, прежде всего мы стали лучше лечить вследствие более правильной, грамотной, мультидисциплинарной диагностики наших патологов, наших молекулярной генетикой. И больные стали доживать до метастазов в головном мозге. И, конечно же, это более длительная выживаемость, у нас более ранняя диагностика мы стали выявлять опухоли на более ранних стадиях. И, конечно же, совершенствование методов диагностики головного мозга. Ну и вот то, что мы сегодня обсуждали, действительно выделяется отдельно, по зависимости от количества метастазов в головном мозге, это олигометастатическое поражение, может быть, единичные очаги, это один очаг в головном мозге, и множественные очаги, 5 и более очагов в головном мозге. Очаги могут быть в зависимости от макроструктуры, солидной, кистозной или кистозно-солидной структуры. Ну и вот на самом деле то голосование больной с метастатическое солидное заболевание у больного, то при каких локализациях вы бы назначили МРТ головного мозга с контрастным усилением? Пожалуйста проголосуем. Это вот в рутины нашей клинической практики. Это герминогенные опухоли, мелкоклеточный рак легкого, больной меланомы, рак молочной железы. Здесь мы рассматриваем агрессивные по типу, трижды негативные, хердопозитивные или все варианты правильные. Пожалуйста проголосуйте. Без симптомов. Рекомендуется проведение в плановом порядке МРТ магниторезонансной томографии головного мозга с контрастным усилением пациентов. Практически нет противопоказаний для проведения данной технологии за исключением металлических конструкций в организме. Это опять-таки надо всегда обсуждать собственно что у нас какая металлическая конструкция и каково ее отношение к магниторезонансной томографии. Но если немножко даже отойти, то начиная со второго триместра у беременных также возможно выполнение магнитно-резонансной томографии. То есть это метод, который достаточно совершенен в этом отношении. Так и следующие. Ну клиническая картина метастатического поражения головного мозга. Оно может быть острое, подострое, латентное. И иногда в ряде случаев мы узнаем о данных метастазов от Анны Сергеевны. Какие могут быть варианты? Это сосудистый, инсультоводобный с нарастанием общей мозговой симптоматики, бластоматозный, прогрессирующий нарастание общей мозговых и очаговых симптомов и воспалительный, менингиальная симптоматика. Здесь я хотела бы помнить, что мы всегда должны относиться достаточно грамотно и помнить, что у наших пациентов могут быть и менингиты инфекционного процесса, когда на фоне иммуносупрессии мы можем потерять те или иные значимые симптомы. Но вот при менингите или при поражении менингиальных оболочек у нас триада. Это совершенно рвота, неконтролируемая фонтаном. Это выраженная головная боль, которая не снимается никакими обезболивающими. И, соответственно, ригидность затылочных мышц, когда больной подбородком не может достать до, соответственно, грудной стенки. И, кроме того, повышение температуры, которая характерна для менингита. И тут как раз-таки инфекционисты, которые выполняют спинальную пункцию, и смотрится цитология, и смотрятся белковые пробы биохимические, но на апельтой панте по остаточному белку, на основании которого может так или иначе исключаться или подтверждаться воспалительный процесс. Но отсутствие опухолевых клеток в спинномозговой жидкости не исключает поражение менингиальных оболочек. Об этом надо помнить. Но консультация инфекциониста при менингиальных симптомах, она обязательна. Потому что мы опять-таки помним, что менингиты также могут быть у наших пациентов. Об этом забывать нельзя. Так, почему-то постоянно этот вопрос, он, уберите его с экрана, он меня преследует. Так, сейчас. Мы куда-то, почему-то, это я, наверное, отмотала, пока сидела. Или я не туда мотаю? Сейчас. Так, увлеклась, что не туда отмотала. Я не виновата, наверное. Ну и вот те, собственно, симптомы, клиническая картина метастатического поражения головного мозга, которая, в принципе, может быть и при опухоли неясно первичной локализации с поражением головного мозга, это общая мозговая симптоматика, соответственно, головная обоя, следствие повышения внутричерепного давления, ночная или утренняя, тошнота или рвота фонтаном, головокружение. Очаговая симптоматика связана от локализации очагов головного мозга, это может быть и ложечковые, пирамидные, чувствительные расстройства, а если височная доля, это может быть эпилептический синдром, двигательные расстройства, парез и общие соматические симптомы, интоксикационные изменения показателей крови и ликвора. Ну и вот, опять-таки, надо подчеркнуть, конечно же, в работе пациентов, как у страдающих опусти неясно-перивичной локализации, так и у больных с поражением, метастатическим поражением головного мозга. Подход, конечно же, мультидисциплинарный, комплексный, пациент-центрированный, проблемно-ориентированный и прецизионный. И объем лечения метастаза в головном мозге определяется на совместном консилиуме. Это не значит, что только с теми врачами, которые указаны на данном слайде. Это большой коллектив специалистов. Это эпатоморфологи, врачи-онкологи, радиотерапевты, нейрохирурги. По 915 приказу у нас ограничены врачи-онкологи и обязательно радиотерапевты, но и специалисты, которые необходимы для принятия решения. И если говорить о алгоритме лечения больных с метастазами в головном мозге, так же и как и с опухоли неясной первичной локализации, то единичный очаг, конечно же, подлежит прежде всего консультации хирурга. И здесь все определяется, есть экстракраниальные проявления или их отсутствие. Давайте рассмотрим вариант, если отсутствуют экстракраниальные проявления. Если нет экстракраниальных проявлений, то есть нет очагов метастатических не в легочной ткани, нет метастазов в печени и нет никаких лимфатических узлов. Тогда у нас следующий алгоритм для принятия решений, есть неврологическая симптоматика или нет неврологической симптоматики. Если есть неврологическая симптоматика, обязательно хирургическое лечение. Для нас это наиболее значимое в данной ситуации, поскольку выполнение биопсии с последующим иммуногистохимией и молекулярно-генетической могло бы нам ответить на вопрос. Но мы опять-таки, Анна Сергеевна нам говорила, что опухоль она мимикрирует, она меняется вследствие воздействия тех же самых, например, того же самого хлорида, которого такое количество в центральной нервной системе, что меняется вообще структура этих метастазов в том числе. И далее, если есть неврологическая симптоматика, если нет неврологической симптоматики, здесь у нас три опции – лучевая терапия, радиохирургия и химиотерапия. Но, опять-таки, для нас важно, если мы говорим об опухоли неясноперевичной локализации, всегда мы начинаем с хирургического лечения. Если все-таки есть неврологическая симптоматика, опять-таки, это, безусловно, масс-эффект, это показания к проведению хирургического лечения. Но вот если у пациента есть экстракраниальные проявления, опять-таки, мы здесь смотрим, что важнее, вот те весы, которые перевесят, что может повлиять на качество жизни и на прогноз пациента. Если есть неврологическая симптоматика, опять определяет наличие неврологической симптоматики, то у нас, как вариант экстракраниальные проявления в стадии стабилизации, есть резервы для дальнейшего консервативного лечения, мы рассматриваем хирургическое лечение, мы можем отложить в данном ситуации проведение системного лечения. Если же у нас нет неврологической симптоматики, но есть экстракраниальные проявления, то мы, конечно, рассматриваем здесь комплексный подход, комбинированный подход и лучевую терапию, как подход мы можем рассматривать, то есть и лучевую терапию облучения всего головного мозга, как опция мы можем рассматривать, стереотоксическую лучевую терапию, радиохирургию, и системное лечение. И вот буквально те показания, которые для голосования, я хотела бы понять, ну и хотя бы ваше мнение услышать, показания для нейрохирургического лечения метастазов в головном мозге, открываем наше голосование, моби-вод 5612, и я пока перечисляю варианты ответа, пожалуйста, кто еще не вошел, войдите в систему и выскажите свое мнение, потому что для метастаза в головном мозге и для опухоль неясно-перевичной локализации в целом крайне важно, чтобы мы направили больного к хирургу, профильного стационара, центра принятия решений, для того, чтобы определиться с дальнейшей тактикой. Вот чтобы нам для себя понять те отправные точки, то вот мы здесь перечислили перед вами те критерии, которые могли бы в данной ситуации нам помочь. Ну вот это очаг, более 2,5 см диаметра, метастатический очаг любых размеров с прогрессирующей неврологической симптоматикой, комбинация с предоперационной радиохирургией, для установления, уточнения морфологического диагноза, отсутствия висцерального экстракраниального криза, ну и все варианты правильные. Пожалуйста, проголосуйте. Так, ну уже пока я говорила, ну вот проголосовали. Но на самом деле, вот мы уже голосуем, но тем не менее, я соглашусь, что важно, безусловно, все перечисленные здесь критерии, которые работают вкупе, и индивидуально в каждой различной клинической ситуации. Но в целом, вот тот вариант, что все варианты правильные, он наиболее приемлем. То есть мы должны учитывать, что мы должны учитывать, да, показания к нейрохирургическому лечению. Это очаг более 2,5 см диаметра, метастатический очаг любых размеров с прогрессирующей неврологической симптоматикой. Это внутричерепная гипертенция, дислокация срединных структур мозга, обширный перифокальный отек, угроза блокирования ликварных путей. Для установления уточнений морфологического диагноза следующая опция, которая крайне важна для опухольной ясно-привычной локализации, это также работа для метастаза в головном мозге. В комбинации с предоперационной радиохирургией или послеоперационной стереотоксической радиотерапией ложа удаленного очага для снижения риска локального рецидива и также при отсутствии висцерального экстракраниального криза. Ну и дальше я передаю управление прокомментировать те слайды, которые приготовил клинический онколог для радиотерапевта с точки зрения, как бы это прокомментировал Михаил Маркович. Опять ничего не происходит. Другую сторону мы... Это вы, как я, начали листать в другую сторону. Давайте вот большую, круглую, вот, дальше. Так. Ну, что есть сказать? Что касается тотального облучения головного мозга, и вопрос уже на эту тему звучал, для кого же этот метод приемлем? Здесь я бы... Такая указка работает? Не работает. Так. Здесь я бы что сказал? Это, конечно, не основной метод лечения у пациентов с множественными метастазами головной мозга, потому что сейчас уже во множестве... Что считать множественными метастазами, а что считать олигометастатическим процессом, вопрос стал достаточно серьезным. Во всех отечественных рекомендациях пока написано, что олигометастатический процесс это 2-4 метастаза. На самом деле уже есть огромное количество работ о том, что лечение радиохирургическое при 2-х метастазах и при 10-ти метастазах в общем-то дает примерно одинаковые результаты, которые, к сожалению, и там, и там нельзя назвать прекрасными, но если мы лечим стереотоксическим методом 2 метастаза, почему мы не можем лечить 10, если есть такая техническая возможность? Техническая возможность на данном этапе такая есть, потому что есть такие аппараты, как узкоспециализированные, как гамма-нож, которые действительно могут подволить облучить большое количество небольших метастазов. Особенно это важно, если эти метастазы небольшие, их суммарный объем не очень велик, тогда, в общем-то, в этом есть существенный смысл. Хотя, еще раз скажу, в рекомендациях пока что этого нет. И радиохирургическому лечению в России по рекомендации должны подвергаться пациенты с метастазами от 2, ну, с единичными метастазами или метастазами от 2 до 4. Что касается пациентов с лептомингеальными метастазами, то у них действительно, если нет каких-то возможностей системной терапии, то облучение всего головного мозга из методов лучевой терапии – это единственный метод, который может у них использоваться. У пациентов с низким функциональным статусом и плохим прогнозом – это, конечно, написано в рекомендациях, что у них должно проводиться облучение всего головного мозга. Я, честно говоря, не очень знаю, откуда здесь растут корни, потому что на самом деле здесь, видимо, имеется в виду, что у этих пациентов не должно проводиться радиохирургическое лечение. А что касается эффективности облучения всего головного мозга у пациентов с низким функциональным статусом и плохим прогнозом, если посмотреть критерии РТОК, то выживаемость этих пациентов при облучении всего головного мозга ничем не отличается от выживаемости их при симптоматическом лечении. Поэтому здесь выигрыш там примерно, может быть, в две недели, что с точки зрения статистики смешно. И, безусловно, облучение головного мозга тотально имеет смысл только в тех случаях, если мы ожидаем, что эти опухоли радиочувствительны. У таких опухолей, как меланома, почечноклечный рак и саркома, к сожалению, рассчитывать на то, что мы получим выраженный клинический эффект от облучения всего головного мозга, рассчитывать сложно. Здесь можно, единственное, на что надеяться, это может быть на такую вещь, как повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера. Хотя на самом деле это вопрос спорный. Анна Сергеевна, эти пациенты в большинстве случаев все равно попадают, в конце концов, к вам. Как вам кажется, у них нарушается гематоэнцефалический барьер после облучения всего объема головного мозга? Или это сложно сказать? Однозначно сложно ответить, конечно, на этот вопрос. В определенной степени вероятность все-таки проницаемость повышается. Достаточно ли это для того, чтобы получить ожидаемый терапевтический эффект? Дальше. Поехали. Хорошо. Значит, тотальное облучение головного мозга – это технические процедуры, несложные. Практически она может выполняться на любых радиотерапевтических установках. Действительно, стандартные методы фракционирования давно разработаны. Основной метод – это использование действительно 330 грей и 10 фракций по 3 грея – это одно и то же. Иногда применяется фракционирование в виде 15 фракций. Это немножко легче переносится пациентами, но это дольше. И, в общем-то, в большинстве клиник, если уж проводится облучение всего головного мозга, то оно проводится за 10 фракций по 3 грея. Более крупные фракции могут использоваться у пациентов в совсем плохом статусе, которым очень хочется помочь, но у них никаких совершенно нет возможностей получить 10 фракций. Есть такие методы, как, скажем, 5 фракций по 4 грея. Но на самом деле, действительно, если это пациенты с прогнозом на жизнь больше 3 месяцев, то этого делать не надо, потому что у них действительно можно получить очень серьезные осложнения, и вместо помощи мы им просто можем сильно навредить. Значит, ну вот так выглядят стандартные поля при облучении всего объема головного мозга. Они не такие широкие, как, скажем, при облучении всего головного мозга при лейкозах или лимфомах высокой степени злокачественности, когда это проводится с целью профилактики нейролейкозы. Здесь не требуется каких-то существенных отступов в область спинного мозга и захвата там обязательно задних частей главных яблок, но это облучение действительно всей ткани головного мозга. Что касается преимуществ радиохирургического лечения, здесь действительно очень важно то, что это не инвазивный метод. Это важно то, что этот метод может быть приведен достаточно быстро. Он может, скажем, быть вклинин между курсами химиотерапии, что при облучении всего головного мозга вряд ли возможно, поскольку оно занимает больше времени и имеет определенные побочные эффекты. Локальный контроль при этом действительно достаточно высокий. Что такое локальный контроль? Локальный контроль именно того метастаза, который мы облучаем. Это не значит, что у пациента не возникнет метастаза в другой части головного мозга. Это скорее негативный такой момент. Чем точнее метод, тем больше ответственность в его применении. При радиорезистентных опухолях также сказать, что он абсолютно эту радиорезистентность сводит на ноль, нельзя. Но, по крайней мере, у этих пациентов действительно есть клинические ответы. Действительно есть надежда на то, что мы им поможем. И второе, что очень важно, я бы сказал, у них можно потом рассчитывать на повышение эффективности иммунотерапии у этих пациентов. Особенно это касается меланомы. Есть уже довольно достаточно много работ, потому что применение педиолингибиторов после облучения у больных с меланомой существенно дает лучший эффект, чем просто сама лучевая терапия. Об этом тоже надо помнить. Что касается сарком, таких я работ не видел, но, возможно, это просто более редкие случаи. Глубоко расположенные опухоли тоже, конечно, проникнуть при помощи радиохирургии значительно проще, чем при нейрохирургии. Например, в опухоли мезостазы в ствол мозга могут облучаться. Сказать, что это абсолютно безопасно, конечно, нельзя. Но токсичность там существенно ниже, чем при нейрохирургическом вмешательстве. И если не превышать толерантные дозы на вот эти вот нежные рядом расположенные структуры, то тоже мы этим пациентам можем помочь. Значит, и вот здесь вот как раз радиохирургия должна проводиться при метастазах менее 10 очагов. Хотя на самом деле в российских рекомендациях, еще раз скажу, что она должна проводиться при ней более 4 очагов. А в международных исследованиях уже пишут, что и 15 очагов вполне могут быть пролечены при помощи радиохирургического метода. А японские есть работы, в которых они облучают 50 очагов. Это уже экстремизм в другую сторону, но это пускай остается на их совести. Что касается общего статуса, то да, желательно, чтобы он был высокий. Это связано не столько даже с самим радиохирургическим лечением. Его вполне можно провести пациенту в плохом общем статусе. Но это значит, что у этого пациента есть какие-то резервы и для дальнейшего лечения. И также это связано с теми группами риска при поражении головного мозга РТОК. К сожалению, пациенты, у которых индекс карновского меньше 70 баллов, имеют крайне негативный прогноз при наличии метастазов в головной мозг. При любых методах лечения, в том числе и при радиохирургическом методе. Ну и, естественно, радиохирургические методики будут менее эффективны, если у пациента идет массивная прогрессия экстракраниальная. Хотя, опять-таки, здесь тоже не абсолютно это утверждение, потому что, еще раз повторюсь, это метод быстрый. И если он проскакивает между курсами химиотерапии, а очаг, скажем, единичный, то и расположенный в какой-то функциональной важной зоне, скажем, ствол мозга, и он может привести к гибели пациента раньше, чем его висцеральный крест, то, может быть, здесь в каких-то индивидуальных случаях можно найти нишу для радиохирургического метода. Значит, ну это из нашей жизни картинки. Значит, как проводится фиксация пациента на нашем ускорителе Навалис. Значит, мы, к сожалению, такими возможностями, как облучение 10-15 метастазов не обладаем. Для нас, действительно, потолок – это 3-4 очага. Но точность этой методики, она такая же, как при узкоспенсивных аппаратах. Пациент фиксируется, проводится лечение под рентгеновским контролем. Естественно, по фьюжерным изображениям находится эта опухоль. Но здесь картинки красивые. На самом деле, это не метастаз, то, что здесь нарисовано, а, скорее всего, менингиома основания черепа. Но принцип один и тот же. Человек фиксируется, ему выполняется КТ, фьюжер с МРТ, оконтуривается и проводится сеанс лучевой терапии под рентгеновским контролем. Благодаря тому, что он проводится под рентгеновским контролем, в отличие от гамма-монажа, здесь можно проводить облучение фракционерно. То есть, скажем, при каких-то близких как раз функциональных зонах, это может быть не одна фракция, а, скажем, три, что для здоровых тканей может иметь решающее значение. Значит, ну, дозы здесь, они общеизвестные, они определены достаточно давно. Зависит они, к сожалению, безопасность подведения этих доз от размера очага. Чем больше очаг, тем опаснее стереотоксическое однофракционное облучение. Поэтому, как раз, с чем связана рекомендация о хирургическом лечении метастазов больше двух с половиной сантиметров, но кроме того, что они чаще вызывают отек, дислокацию и неврологические симптомы, это еще и то, что безопасно подвести к ним дозу, которая может с большой дозой долей вероятности обеспечить локальный контроль, значительно сложнее. При опухолях больше трех сантиметров 15 грей – это доза, к сожалению, уже сугубо палеотивная. Дозы меньше 18 грей, к сожалению, не дают существенного длительного локального контроля. Эффект непосредственный будет, но он будет кратковременный. Поэтому метастазы больше трех сантиметров, если они могут быть прооперированы, если они одиночные, то они должны быть убраны, и они, и впоследствии, они, конечно, должны подвергаться, может быть, и стереотоксической лучевой терапии на ложу опухоли, а может быть, облучению всего головного мозга, в зависимости уже от клинической ситуации. Опять-таки, это все не имеет отношения к опухоли не выясненной первичной локализации, которые должны быть, но все-таки они должны быть морфологически подтверждены в любом случае. Даже если мы не знаем, какая это опухоль, мы должны быть точно уверены, что это опухоль злокачественная. Значит, ну, это просто клинические примеры. Это пациент с метастазами рака легкого, которому проводилась стереотоксическая лучевая терапия. Здесь до и после сеанса показаны его очаги поражения. Видите, через два месяца, насколько я помню, от пациента контрольной МРТ, полностью ушел перифокальный отек, уменьшились сами очаги поражения, но что с этим пациентом будет дальше, к сожалению, зависит в большой очень степени от того, насколько у него будет эффективна системная химиотерапия. Потому что метастатическое поражение в головном мозге и локальные методы воздействия, к сожалению, далеко не всегда влияет на продолжительность жизни пациентов. Оно может влиять на качество, существенно снижать частоту смерти от неврологических причин, но влияние на общую выживаемость все-таки определяет контроль над системной опухолью. Ну, это другой пример. Тоже здесь, а может быть даже и тот же самый пациент. Так, стоп. Что-то он в любую сторону меняет вперед почему-то. Так. Да, это, наверное, тот же самый пациент. Да, у него было еще и метастаз в мозжечке, который тоже существенно уменьшился в результате стереотоксического облучения. Ну, вот это вот тот случай, когда действительно пациент с олигометастатическим процессом получил какую-то пользу от радиохирургического лечения. Но поскольку у него имеется еще и основной распространенный процесс, то, конечно, многое зависит от того, что будет ему сделаться дальше. Потому что на облучении метастазов головной мозг ни в коем случае не должно заканчиваться лечение пациента. Что, к сожалению, довольно нередко случается, что пациент приходит к радиологу, ему героически облучают головной мозг, и после этого он уходит на симптоматическое лечение. Такие случаи всегда очень огорчают радиотерапевтов. При наличии тех возможностей, которые сегодня у нас существуют. Спасибо большое, Михаил Маркович. Роль специалиста-радиотерапевта крайне важна. И если пациенту не показано хирургическое лечение, при отсутствии выраженного, даже как в данной ситуации экстракраниального прогрессирования, и если у пациента есть светлое окошко, и пациент не является... Мы даже видели, что те даже радиорезистентные опухоли, которыми являются меланома, саркома, они становятся чувствительными при проведении стереотоксической лучевой терапии. Об этом надо помнить. И радиотерапевт, даже по 915 приказу, обязательный член мультидисциплинарной команды, которая влияет на принятие решения. Но мы возвращаемся к АЗАМ, собственно, с того, что мы начинали. И я попрошу Анну и Сергею, на самом деле два слайда, на каком из них удобнее рассказать. Все-таки о гематоэнцефалическом барьере, который обладает избирательной проницаемостью, защитная функция, высокоселективный фильтр. И все-таки для нас это головной мозг чужеродная ткань, поэтому она плотно защищена вот таким гематоэнцефалическим барьером. На самом деле, некоторые патологи говорят, а если вообще кто-то его видел, вот этот гематоэнцефалический барьер, и действительно ли он существует? Ну, все-таки головной мозг и там ткань-то стикулы для нас не чужеродная, просто они чужеродные для нашей иммунной системы, потому что на том этапе развития индивидуального, когда она тренируется, она сталкивается с антигенами, они в определенной степени от нее изолированы. И тут действительно очень хорошая картинка, потому что это... Опять плохо у меня тут все работает. Выключите нам указку, пожалуйста. Она выключена? А теперь туда. Забудет показывать. Опа! Спасибо. То есть это многослойный барьер, который представляет из себя, собственно, это эндотелий капилляров, потому что это терминальное отделы кровеносного русла. Это базальная мембрана эндотелия капилляров, и далее это глиальные клетки, или астроциты. Перициты, в общем, это очень интересные клетки, отдельная история, можно о них тоже долго разговаривать, они есть и за пределами центральной нервной системы, поэтому в данном контексте, наверное, не очень интересно. Больше нас интересует, конечно, роль астроцитов в формировании этого барьера. То есть это механический многослойный барьер, и на самом деле основная его функция, как реализуется, это физический барьер, потому что вот здесь вот есть такой, тут изображен канал. Эти поры имеют определенный заряд, и таким образом через поры могут пройти только вещества не только определенного размера, потому что пора имеет физический размер, но еще только вещества, имеющий определенный заряд. Понятное дело, что те механизмы, которые меняют поляризацию или полярность клеточных мембран, либо механически разрушают барьер, будут приводить к тому, что он будет нарушен. Если мы будем говорить о таких грубых воздействиях, как облучение головного мозга, как тотальное облачение головного мозга, то это приводит к клеточной гибели, к гибели эндотелиоцитов в том числе. Гибель эндотелиоцитов запускают у нас триаду Верхова, которая, собственно, обуславливает тромбоз. И таким образом, с одной стороны, мы хотим повысить проницаемость сосудов, разрушая барьер, но мы приводим, в принципе, к нарушению и к изменению микроциркуляции в головном мозге. То есть, с одной стороны, это у нас происходит микротромбоз на капиллярном уровне за счет механического, физического уничтожения эндотелиоцитов. А с другой стороны, нарушение проницаемости вообще сосудов, в принципе, приводит к выходу в первую очередь жидкой фракции крови в межклеточное вещество к отеку. И что, опять же, не приводит к улучшению микроциркуляции, не приводит к улучшению обмена между полостью сосуда и тем, что находится за его пределами. Поэтому, может быть, с точки зрения повышения проницаемости барьера, такие физические методы не так эффективны, как хотелось бы. А насчет методов изменения полярности пор, если честно, я вот сейчас задумалась, я не знаю таковых, но, в принципе, это могло бы работать, если вещество, которое мы хотим через пору провести, имеет достаточный физический размер. И просто вопрос в заряде. Можно таким образом пытаться повышать проницаемость барьера. Потому что изменить размер пор гораздо сложнее, по крайней мере, системно и регулированно, управляемо. Поэтому, конечно, можно говорить о том, что он отчасти невидимый, но, с другой стороны, он есть физически. Мы видим физические отростки астроцитов, которые окружают эти сосуды, которые в остальном, казалось бы, такие же, как во всех остальных отделах организма. Вот то, что я вам говорила тогда, да, это про теорию, одна из теорий почвы изверна, что, соответственно, опухолевые клетки, они экспрессируют, ну, это всем известно, химокиновые трансмембранные рецепторы, которые селективно привлекаются в головном мозге, продуцирующие в большом количестве ромальных клеточных факторов CDF1-α, преобладающие при определенных локализациях, в том числе и при раке молочной железы, вот при трижды негативном, при хердопозитивном потепе, то есть вот эта вот почва изверна, она объясняется, что в ряде случаев в большом количестве имеется почва, богатая вот этим фактором стромальным, которым привлекают вот клетки, обогащенные химокиновым трансмембранным рецептором. Ну, вот одна из тех теорий многочисленных, которые могла бы как-то пролить почву, почему именно вот при хердопозитивном раке такая высокая вероятность проникновения метастаза в головном мозге, так же, как в принципе и при трижды негативном. А при этом самое интересное, что при хердопозитивном облучении головного мозга вызывает потрясающий локальный контроль и значимую эффективность таргетной терапии. Вот у меня есть пациентка, которая уже 10 лет назад по поводу местно распространенного тот момент рака молочной железы, как выяснилось у нее потом метастазы в головном мозге на этапе проведения уже одиуматной лучевой терапии, она пришла ко мне и говорит, Татьяна Юрьевна, мне что-то вот хочется вот как-то посмотреть вниз, и мне это все больше и больше хочется. Говорю, давайте мы с вами сделаем МРТ, выяснилось множественные метастазы в головном мозге, ну, правда, множественные вру, не множественные. По, значит, это была олигометастазы, олигометастазы, их было четыре, это та первая пациентка, которая выпала первая выполнена стерео, был гамма-нож, она мне рассказывала, как и вкручивали в ткань головного, то есть в кожу эту рамку, провела она гамма-нож, потом было системное лечение тростозумаба, она тростозумаба уже получает 10 лет, при этом у нее был второй рецидив метастазов в головном мозге, который также был облучен, и сейчас полный контроль экстракраниальных и интракраниальных метастазов, учитывая, что это хердопозитивно крайне агрессивный потип, 10 лет назад, но она получает тростозумаб, а трижды негативные опухоли, они отличаются отсутствием такого эффекта на фоне таргетной терапии, будем надеяться, что те препараты, которые сейчас зарегистрированы парп ингибитора лопариб и в скором будущем талазопариб, окажут, возможно, такое же влияние, как тростозумаб для больных хердопозитивным раком молочной железы. Тогда я, Анна Сергеевна, благодарю, спасибо большое за ваш великолепный, как всегда, комментарий. Я хотела бы дальше отметить, ну, это вот мультиаппликация, подтверждающая, что, да, что теорию почвы и зерна, но и системное лечение, что хотелось бы отметить, если вот Алексей Викторович четко аргументировал, что для больных действительно классическими, которые крайне редко по данным ВОЗ, встречаются опухоли неясно-первичной локализации. Вы еще раз озвучите, какой у нас основной подход? Мы не говорим сейчас о метастазах головного мозга. Ну, основной у нас подход к системному лечению это использование терапии, либо монотерапии, либо комбинированной терапии на основании препаратов платина или токсанов. Или комбинации, соответственно, этих двух, но дальше уже в зависимости от статуса пациента. Если у нас пациент более, более сохранный пациент, это комбинированная терапия. Или там необходимость более быстрого эффекта в каких-то клинических ситуациях. Если менее сохранный пациент во слабленном состоянии, то это монотерапия в первую очередь. Да, и вот если все-таки мы дообследовали пациента и выявили первичный очаг, и мы расцениваем, как метастазы в головном мозге при известном, и у нас есть возможность определения биологического потипа. Если мы говорим о немелкоклеточном раке легкого активирующей мутации, и у нас есть возможность определения PDL-экспрессии. А вот я хотела узнать для себя, Анна Сергеевна, по поводу определения PDL-экспрессии в микроокружении ткани головного мозга. Это такой вопрос очень комплексный, потому что если мы хотим определить наличие экспрессии на опухолевых клетках, то да, почему нет, мы можем хоть в цитологическом материале определять и можем сказать, что да, там она есть. Какое это имеет значение в опухолевом микроокружении в головном мозге, в отличие от экстракраниальных локализаций, очень тяжело сказать. Ну вот для тезолизумаба, например, там надо определять в микроокружении PDL-экспрессии. Да, надо иммунные клетки определять. Но вот если в обрате внимание, то на очень многих метастазах, которые я показывала, микропрепараты, там есть клетки воспалительного инфильтрата, и гранулоциты, и лимфоциты, поэтому опухоль все-таки каким-то образом позволяет им проникнуть к ней, и они каким-то образом с ней взаимодействуют. То есть если у нас опухоль неясноперивычная локализация, мы также должны PDL-экспрессию смотреть, или это все-таки неактуально, Алексей Викторович? Вы, как сказали, только мы с ним берем, только микросателлитная нестабильность только у этих пациентов. Скажем так, в плане того, чтобы понимать, что происходит на будущее, скорее всего, смысл смотреть это для понимания того, что происходит на будущее, наверное, есть. Но так, чтобы мы ее могли прямо взять и использовать для принятия терапевтического лечения, сейчас мы так не можем. И тогда, если мы проговорили четко, что как мы ведем пациентов с опухоль неясноперивычной локализацией, здесь преобладает режим, основанный на препаратах платины, и зависимость от статуса больного, это либо полихимиотерапия, либо монотерапия. Если же мы говорим, что нам удалось каким-то чудом определить органную принадлежность, либо мы выявили изначально первичный очаг, и мы видим больных метастазами головного мозга, то здесь мы уже представляли алгоритмы, то прежде всего, конечно же, мы обсуждаем с хирургом. Если хирургу противопоказания в биопсии или проведении локального системного контроля этого очага, мы отдаем этого пациента на обсуждение к нашим радиотерапевтам, и радиотерапевты принимают решение о возможности применения стереотоксической лучевой терапии, либо облучение всего головного мозга по показаниям. И сейчас мы крайне боимся, соответственно, нарушений интеллекта пациента, потому что проведение облучения всего головного мозга в значимой степени приводит к когнитивным изменениям, и это крайне неблагоприятно для влияния на качество жизни. И в целом, вот я не буду, вот даже сейчас у нас Евгения Владимировна показала на инсессиент те препараты, которые, у них есть доказанность проникновения через гематоэнцефалические барьер без лучевой терапии. Но все больше и больше на форумах звучит, что если пациенту проведена лучевая терапия, если гематоэнцефалический барьер сформировался, метастаз сформировался, значит, гематоэнцефалический барьер проницаемый, но проницаемый недостаточный проведение лучевой терапии позволит сделать более проникновенным гематонсифолический барьер, пациент должен получать ту терапию, которая ему положена в настоящий момент в зависимости прогрессирования экстракраниальных очагов. Если нет экстракраниальных очагов прогрессирования, метастаз в головном мозге сформировался, мы его локально контролируем, либо хирургическим путем, либо лучевой терапией, продолжаем ту же самую терапию, которую бы проводилась пациент. Если же есть прогрессирование и как очагов интракраниальных, так и экстракраниальных, Рассматривается следующая опция, наиболее эффективная по основным очагам для данного пациента. Поэтому основные тезисы, которые надо выбрать для данного пациента, то есть опухоли, неясно первичной локализации, если это доступно, это, конечно же, хирургический подход, далее это локальный контроль, и мы рассматриваем системное лечение, либо мы сохраняем то же самое лечение, если нет прогрессирования процесса, и меняем лечение, если прогрессирование есть. Но при этом мы учитываем, что выбор схемы противопухолево-лекарственного лечения больного метастазами в головном мозге определяется типом первичной опухоли и ее биологическими характеристиками. Если у нас есть возможность биопсия метастазов в головном мозге, то мы должны учитывать эти данные. Не рекомендуется проведение стероидной терапии у больных с метастазами в головном мозге без клинической симптоматики и проявлений масс-эффекта. Больным с метастазами в головном мозге умеренно выраженным симптомами, связанными с масс-эффектом, рекомендуется назначение стероидной терапии дексаметазоном 4-8 мг в сутки. Мы должны помнить сразу, пациенты спрашиваем про язвенную болезнь, назначаем по показаниям амепрозол 20 мг в сутки, либо утром, либо днем. Мы должны спрашивать обязательно о сахарном диабете и контролировать уровень сахара крови с консультацией эндокринолога. Конечно же, гипертоническую болезнь, насколько она контролируема у пациента, об этом тоже надо всегда спрашивать. И, естественно, отсутствие или наличие язвенной болезни, о том, что я говорила, об этом надо всегда помнить. И снижение и отмена дозировки дексаметазона до хирургического удаления или проведения лучевой терапии нецелесообразно. То есть, если мы уже назначили с вами по показаниям кортикостероиды дексаметазон, то пока наши коллеги, радиотерапевты или хирурги не проведут локальный контроль, мы не снижаем дозу дексаметазона, и только уже наши радиотерапевты и коллеги определяют режим снижения доз дексаметазона на этапе. И, конечно, вот как говорил Михаил Маркович, если мы проводим лучевую терапию, она все равно даже в монорежиме, она значимо улучшает качество жизни, продлевает на несколько месяцев. Для наших пациентов каждый месяц – это жизнь, это она бесценна, даже если считать ее месяцами. Но в комплексном лечении, в комбинации с таргетной терапией, с иммунотерапией, химиотерапией, значимо увеличиваются кривые выживаемости. И я на этом бы хотела подвести итог и сказать, что, конечно, у нас возрастает сложность схем лечения, появление новых знаний, космос молекулярной генетики, иммунологии, иммуногистохимии, подчеркивает значимость мультидисциплинарной команды специалистов на всех этапах ведения больного от диагностики и противоопухоли лечения до поддерживающей терапии.